И всем привет, ребят, с Мистер Вайки и сегодня я вписываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике и именно обсуждению нашего замечательного танка Фонда. Сводка новостей, как всегда, ребятчики, в 10 часов залетает. Ну и у нас уже, получается, два дня не было обсуждения этой темы. И на сегодняшний момент времени есть та заветная цифра с получением первого устройства, которое мы сегодня уже преодолели. И, учитывая тот факт, что у нас танка Фонд несколько часов не прибавляется, да, исходя из той статистики, которую я вижу, соответственно, 11 миллионов у нас уже точно есть в копилке. А это значит, что первое устройство, при том довольно неплохое устройство, станка Фонда, мы уже вместе с вами получаем. Но если вы ждали этот видеоролик, если вам нравятся видеоролики, посвященные танка Фонду, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого настройка в аккаунте, если у вас ему личный, так, так, темпе. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заплатите форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашего танка Фонда, то он на сегодняшний момент времени уже 100% преодолел отметку в 11 миллионов, судя по сайту, который показывает, что уже на протяжении вот скольки тут времени, да, то есть цифра у нас не прибавлялась. То есть я могу свидетельствовать тому, что уже танкофонд на 11 миллионов точно переплыл. Либо на сайте здесь не продлевается инфа, либо здесь как раз-таки у нас в самой игре эта инфа с набором танкофонда не обновилась до сих пор. Что касаемо фондового турнира, то он тоже растет, и про него я думаю, что я даже, возможно, отдельный видеоролик запишу, и выскажу, что я думаю, да, потому что сумма потихонечку-потихонечку набирается довольно-таки неплохая. Ну и та идея и стратегия Ореха с этими бустерами, она начинает очень сильно окупаться. Потому что уже сейчас можно видеть, что набор танкофонда замедлился. Для меня, если честно, это, ну, грустно. Грустно видеть, да, учитывая тот факт, что я был сторонником того, чтобы мы вообще полностью прошли этот танкофонд и забрали все призы, потому что я считаю, что это лучший танкофонд за последнее время, и лучше призов у нас не было, 100%. Да, и даже такой танкофонд с такими крутыми призами начал жестко буксовать, ну и перестал набирать те огромные цифры и тот потенциал, который изначально должен был быть заложен в этот танкофонд. Я до сих пор оставляю шансы, то, что мы заберем 23-е устройство, то есть лучшее устройство на смоку, которое есть на сегодняшний момент времени, учитывая тот факт, что я эту смоку уже тестировал и знаю, как она работает. Ну и вместе с этой смокой еще и заберем довольно большое количество хороших, ценных тоже призов. Но, как показывает практика, ждуны до сих пор сидят и ждут. Они не покупают танкофонд, они покупают боевые пропуска, потому что боевые пропуска значительно выгоднее, в скобочках, конечно же, нет. Но они склоняются к ним, нежели к покупке танкофонда, где есть возможность забрать как раз-таки большое количество хороших, ценных и качественных призов. До сих пор не понимаю этой логики, но да ладно. Главное, что мы забираем первое устройство и движемся дальше. Заберем те цели минимальные, которые я вижу для себя в этом танкофонде и, в принципе, я уже буду целиком и полностью доволен этим результатом. Что касаемо бустеров и донатеров, то эта идея точно окупилась. Да, и уже на сегодняшний момент времени видно, что каждый игрок, который покупает вот эти вот бустеры, сможет забрать более ценные награды, да. То есть это 100% так и в целом мысль, которая была заложена изначально, она выглядит довольно-таки неплохо, хотя я думал, что это будет совсем-совсем не так. Но, как показывает этот танкофонд, кто-то про него знает значительно больше, чем я. Да, я имею в виду именно Ореха и разработчиков, так как, ну, наверное, он уже изначально понимал, как быстро и какое количество танкофонд на сегодняшний момент времени будет набирать. Исходя из чего делается эта статистика, для меня лично непонятно. Возможно, он видит онлайн игры и плюс-минус понимает, сколько в этот танкофонд вкидывают в среднем, ну, либо есть какая-то еще дополнительная информация, о которой мы не знаем, да, от слова совсем. В любом случае, первое устройство есть, будем следить дальше за всей этой ситуацией, посмотрим, что у нас будет дальше. Не хочется говорить про какие-то провальные пока что вещи, потому что я до сих пор оптимистический настрой, можно так сказать, относительно танкофонда сохраняю. Поэтому будем следить, будем смотреть. Пишите вы свои мысли по поводу танкофонда, сколько вы думаете наберет он, как вы вообще к нему относитесь, считаете ли вы его уже на сегодняшний момент времени провальным, либо еще нет. Ну и какие у вас цели по танкофонду, и что бы вы хотели бы забрать с этого танкофонда. Пишите свои мысли, поддержите видео реклайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok